Ровный букет, но его трудно снять на полу. Вот этот букет. Вот этот красивый букет. Кто понимает, как карпушите? Кто понимает, как... Как будто репетировали саранья. На самом деле, вот такая пластика и вот образ. У нас подруга-то тоже хорошо поет. Да, кстати, она... В ауре прямо у вас даже такой был турецкий вот этот вот вариант весь. Здоровая пластика, потрясающая. Молодец сюда. Не, не надо... Грибочки очень смыслые. Сыночки, вот и пряночки. Гуру я подавляю. Пока не надо. Место есть, все, чтобы... Саша, сколько у нас так получается, что, наверное, гостям кому-то хватит, но это не будет. Вы не успели до вас, честно говоря. Я вижу, что Женечка, Сашенька, посмотри. Да, посмотри, саранжи, наверное, сейчас. А что было хорошего качества, если... Лазировка, аж медалями там. А, лазировка. Которые отбили брус. Сейчас там бутылочка лимона осталась. Мы сосреди были маленькие, делали вот такую настоящее. О, да, можете... Ой, какая рубашка красивая, Паш, у тебя теперь... Калер, швен, да? Уже не такое оживление. Костюм, костюм великолепный. И прическа уже не красивая. Расскажу историю. Это Кировский фермен. Садитесь, Юра. Это со свекромью своей бывшей. Лучшая сейчас подруги. Все, уже все едят. Давайте быстрее. Круто, круто. Наливайте. А так? Нас даже заценила. Саша ничего не говорите. Саша понравилась. Нет, он не понял, потому что там... Нормально. Он не понял по... Этикетке. Она с Роспотребнадзора, что вот это Казахстан. Казахстан, конечно. Сейчас хороший, да. Вот он будет. Казахстан, конечно. Лучше, давай. Деньги посчитали. Ой, так хорошо. Раньше мы сначала спать ложили, а потом уже на следующий день деньги считали. Потому что... Деньги надо посчитать сразу. Деньги это сразу. Позырши место, показали. Открыл, Саша? Так. А вот... Землаз не туда идти. А есть там? Больше всего лет. Последний. Больше нет. К сожалению. Так. Значит, уже лучше сюда приезжать. Здесь такое-то ощущение. И как вы насчитали? Семья, да? Конечно, конечно. А там оно все равно бы сейчас в ресторане. Ой, как хорошо дома. Без посторонних людей. Сейчас, сейчас я принесу, чего не хватает. Вот, ты садись сюда. Садись. Садись. Я, видишь, разливать. Да, ну... Со стариком братья. Ну, он здесь хозяин. Я думал, туда... Пускай ухажут. А Саша обрадовался, уже хотел тут... Сейчас же, сейчас. Поухаживать за всеми. Правда, хорошим мы тоже. Видите, шарики нарядили. Да, молодцы. Два лопнула тут же. Я боюсь их на это. Саша, ты убрал? Синуля. Что от тебя на свадьбу потом болезни? Смирилки нет. А? Смирил? Что ж такое? Смирилки, блин, то... А что вы... Говорит, как грибочки. Не, 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 не. Тянутся будете. Люди... Маленький кусочек просто... Очень хорошая грибочка есть. А вот это вот. Собирали все вместе. Я готовила. Люда сегодня промывала. Просто... Саша уже вторую порцию. Пусть. А что вы? Молодцы, что вы... Можно пужер взять какой-нибудь? Все набери. Любой. Я беру большую. Слышь, мам. Саша тогда... Или ты хотел, Саша? Я не знаю. Это... Ты хотел. Слушайте, ну... Ну, кто... А, Юрогу кто говорит? За молодых? Горько! Теперь уже муж и жена. Нет, уже только, пожалуйста, больше не надо. Женя говорила. Не надо говорить. Законно. Я не буду. Целуйтесь. И вдруг там эти закричали молодым. Куда без этого? Ну, куда без этого? Это традиция, дети. Да, конечно, традиция. Даже не столетние. Даже именно со своими... Никогда первое слово не начинала. Паша, первую свадьбу наблюдаю, когда жених целовал свою невесту. Как положено. И не чересчур много. А сколько? Десять? Двадцать. Да. Правильно. Первый раз такое. Ну, все было, как будто первое... Умело. Да уж. Красиво целовались. Так. Ну, говори, с всех сторон. Знаете, что... Подождите. Прежде чем это, давайте деда помянем. А, правильно. Так, вы знаете, сначала все-таки молодых, а потом... Да. Ну, давайте. Первый тост не говорится. За какой-то... Да, да. А мы его... Мы его водочкой. Ну, давай. Не шампансер. За молодость! Ура! Живого до жёна! Живого до жёна! Счастья вам! Спасибо! Огромного! Теперь вы нас в гости будете видеть часто. Мы теперь в гости не как... Да, как к семье едем. Так что смотрите, чтобы гостеприимствовать. Ну, у них и так они... Ну, в общем, огромного вам счастья на долгие годы. Вот то, что вам насчитали, что вы обязаны к этому стремиться. Вместе. Обязательно. Как я вам наволся, когда в ЗАГС заходил. А, чё ты? Когда заходил и гости там стоят, да? Хорошо. Я это буду всю жизнь помнить, как он... Жень, да? Вот так, где в глазах. Я смотрю на него, и я стою, я просто вот сейчас понимаю, что я сейчас... Жень, надо помнить другое. Женя, тебе надо вошли деть за руку. Мне подался твою жизнь один так... Ручку. Жень, ты объясни людям, что это не мой глаз дергался, а того, кто... А то я говорю, как я волновался, когда я в ходил в ЗАГС. Ты говоришь, ой, как я буду это помнить долго, как у него глаз дергался. А я думал, это твой. Женя, надо держать его за руку, а то он со страха убежал бы. Первый раз. Так, а ух, не убежал бы, да? Пожалуйста, берите. Первый раз. Какой? Белый, серый? Конечно, первый раз. Такой, любой. Из-за этого у него тих нервы. Давай, Люд, тебе какого живушка? Пожалуйста, возьми покупки сахара. Ну что, благодаря ему, я уже не волновалась. Тебе, Люд. Женя, объясни, не надо. Женя, объясни, пожалуйста, почему там нельзя... Там написано, что нельзя снимать на территории. А почему Толик снимал там? Потому что мы за него заплатили. А, а за меня не платили, да? За видеокамеру очень дорого. Дорого? За фотокамеру дешевле. А сколько за камеру платят? Две тысячи. Три будешь? Три. Три, да? О, так я там вам тысячи на три и написала. Надежда, будьте вы. А я скрывала ее. Закрывала. Ты шла прямо около входа. Ты вырежешь. Они штрафовать не будут, но они спрашивают разрешение. Разрешение есть, да? Они, конечно, не будут. Посмотрел, посмотрел. Нас спросил. К нам приходил. А вы сказали, что есть? У вас фото, видеосъемка разрешена. Я говорю, фото разрешено, сейчас принесем. Люда, просим. Хорошо. За штуки три-четыре. Юрий Павлович меня к лифтам приучил. К лифтам приучил? Это правильно. Подожди, он тебя к медиуму еще приучит. На одном дыхании. И к комарам может быть. Не было никакого момента, что там. Первый раз я вот видела, как она ведет. Мне очень понравилось. Так тактично, никакой пошлости. Да, да, да. И все они успешнее. И еще, мне понравилось, единство молодежи и нас. То есть как-то не чувствовала, что они отдельно, мы отдельно. А как они уходили, ручки целовали, совсем пришли. Женечка, для истории. Прошу тебя, расскажи, что там номер. Вам подавали что-нибудь такое, угощение там или как-то еще что-то. Что, цветы у вас там стояли. Что там было? У нас подарок, бутылка шампанского и корзина с фруктами. Да? Здорово, красиво. Ну все там, халат, тапочки, все это давали. Музыка была там или что-то так? Телевизор, да? Номер большой такой, хороший. Хорошо. Большая кровать. Удобный матрас. Здесь что? Хорошо. Молодцы. Мужино какое-то. Красиво. Это вино, красный, сухой вино. Это уже с поисковым сон слышал. Вот это нам. Так, а мы еще им тут не досчитаем. Красные, если что потом закончится. Мелкие, наверное, там вам давали мелкими. Ну это бывает. Тепленькая она, поэтому. Я на мальчика дала 100 рублей, а на девочку с пятидесятками дала. Паша, они меня хотели обойти. Паша, Паша, я так хочу. Паша, Паша. Я по тысяче, но у меня было две последние. Я живу туда на детей. Паша, они меня обошли, не стали ко мне подходить. Я их догнала, говорю, ну возьмите хоть меня хоть сколько-то. Ну, в смысле, там сколько дней? За девочку и за мою. А я все равно не надо поцеловать. Тепленькая душа. Счастья вам. Как, как им будут. Паша, не забывайте меня. Пишите вконтакте хоть после свадьбы иногда. Кто это? Кто Паша? Какой Паша? Да, Пашка, свидетель. Который пьяный сильно бил под конец, да? Ну, видите, ему позволили не знаю, она нормально отдыхает. Тогда он бил все время коньяк, ничего не пил, а потом ему налили водки. Там что-то надо было выпить и конкурс. Послушайте, а потом я... Его Татьяна Эдуардовна проводила. Он ставит южную коньяку и пустые тарелки. Как-то что, он не хотел, кстати. Извините, блин, почти 150 грамм коньяка выпить, да. Ну, как он плясал? Одним плясал. Паша, и его проводила Татьяна Эдуардовна вместе со мной. Я его тоже там... Нет, Татьяна Эдуардовна брала телефон, чтобы выяснить, как он. Ну, мы с ним одевались вместе. Она, да, она проследила за этим. Татьяна Эдуардовна. Она мне сказала, что... Молодец, Татьяна Эдуардовна, не бросает людей в билет. Нравится? Кушайте. А официант высокий стоял. И он смотрел, когда вы пели, когда вы запоете, затанцуете. Так смотрел. И на меня такой поющий свадьбе. Хороший-хороший. Подожи мне тоже. Знаешь что? Он, конечно, сказал, мы приедем. Фотографии уже все будут практически готовы. Претушированы. Большая часть. Ну, за две недели. Хрен, хрен, хрен. Будем делать фотоальбом. Наполняйте руки что-то чем-то. Будем делать фотоальбом. Потому что кому чего налить. Ну, я вам фото не буду делать. Держи. Давайте наполняйте. У вас там и так. Анатолий будет делать фотоальбом. Да, да, да. А я вам съемку только сделаю. Кому что налить, ребята. Да. У меня налито. У меня налито тоже. Чуть-чуть Паша. Чуть-чуть Юра. Это фотографии. Мы сейчас попьем. Я хотела посмотреть. У нас есть Паша с дедом. Он был достойным человеком. Как его зовут? Павел Павлович. Павел Павлович. Достойный человек был. А прадеда я стою. Орденоносец. И очень красивый, очень красивый человек. Я видела его на фото. Где он преподает в каком-то институте. Очень красивая фотография. Кто его любил, тот и решил к нему проводить последнюю часть. Ну ладно, правильно. Не надо его снимать. Я поняла. Пусть это у нас свадьба. Не поминки. Сейчас попробовал, да? Потом покажем. Душинка вот эта, коротенькая, круглая. Подогревать? Я вчера две ложки своего съела. Я же взял. А потому что уже все. Нет, давайте покажем. А он и перемешанная курица с грибами. А я так делаю всегда курица, чтобы ее... Не потому что у меня жуток перетянут был вчера. Сейчас, ну, у меня рука должна. Вот это же есть. Вот это же есть. Вот это же есть.